Итак, дорогие друзья, добрый день! Мы продолжаем наш уроки по недельным главам. И сегодня недельная глава ВАИКРА. И мы используем сегодня текст немецкого языка и переводим на русский, чтобы ознакомиться. Называется эта сиха, эта беседа «Geschäft партнер», «Деловой партнер». И здесь говорится о том, что когда люди делают какие-то договоренности, то обычно бывает какой-то свидетель и делают какой-то договор. Если мы какие-то заключаем деловые отношения, нам нужно, чтобы кто-то, какой-то нотариус был, и мы записываем письменное соглашение, чтобы потом все было нормально. Но бывают иногда такие отношения, что мы со своим близким другом, например, что-то делаем, тогда мы не записываем договор, мы доверяем этому человеку. Но этот договор всегда имеет третьего партнера. Даже если никто не слышал, о чем мы договорились с другом, даже если мы ничего не подписали, то все равно есть третий партнер. Это третий партнер, это Бог. И если, не дай Бог, случается какая-то ошибка, случается какая-то ситуация, что человек не может выполнить своего соглашения, которое он с другом заключил, без договора, то он, оказывается, обманывает в этой ситуации не только своего друга, но и третьего партнера, Бога. И здесь далее говорится вот о чем. То есть он как бы использует неправильно не только доверие своего друга, но и доверие самого Всевышнего и таким образом грешит неверностью перед Богом. Есть такое понятие «урхеберрэшт». Что такое «урхеберрэшт»? Что такое «урхеберрэшт»? Ну, что «урхеберрэшт»? Да, то есть авторское право. Да, авторское право. То есть есть еще более глубокая, глубокая взаимосвязь Между вот этими отношениями, между людьми и одновременно грехом перед Богом. То есть, вот этот грех, это не только потому, что человек теряет доверие Всевышнего и использует его неправильно. Это даже говорит о том, что он на самом деле прерывает свой договор со Всевышним. Он полностью прерывает с ним отношения в этот момент, когда он нарушает какой-то договор, который был связан с человеком. Насколько это важно, да? Отношения между людьми для Бога. Поэтому Раби Акива говорит, что год это третий, то есть Всевышний, Бог это третий партнер. И что партнер в этих двух отношениях, он не просто играет роль свидетеля. Он, это еще и тот, для кого вообще весь этот бизнес, который заключили, этот договор является очень-очень важным. Поэтому Бог присутствует в каждом, в каждой сделке, в каждом договоре, в каждом соглашении, в каждом обещании. Представляете, все, что мы делаем, все время Всевышний один из партнеров в наших соглашении с другими людьми. Поэтому Всевышний дал людям возможность и доверил им обращаться с деньгами, обращаться с какими-то ценностями. Дал нам это в собственность, да, и дал нам возможность распоряжаться. Но мы должны понимать, что основной владелец всего, что мы имеем в этом мире, чем мы распоряжаемся, это Всевышний, это Бог. Да, Он нам передал, пожалуйста, делайте, но все принадлежит Ему, поэтому так это важно, чтобы мы очень бережно относились ко всему, что мы имеем, да, и как мы с этим обходимся, и как мы с другими людьми общаемся, и какие взаимодействия. Да, но сказано, в любом случае есть возможность вернуться к Богу, и Всевышний всегда готов простить. И написано так, что даже если мы из-за наших грехов пошли в Галут, то есть если мы из-за наших грехов пришли в это изгнание, то Всевышний, Он сделает для нас освобождение, организует для нас освобождение, наше возвращение в нашу святую землю, на нашу Родину, с Машиихом, с праведным Машиихом, вскоре, даже написано Зофор, то есть сейчас в наши дни. Удачи в неделе, удачи во всех деловых отношениях с людьми и с Богом. И мы всегда, помните, это по-русски говорят, на русском говорят так всегда, ну с Богом, да, то есть это даже уже заложено в речи, да, давайте сделаем с Богом, чтобы все было с Богом, тогда все будет хорошо.